Девушки отдыхают Открыв казбеги и пачку, ответил Костя с холодком Вы интересная чудачка Опять скажешь отраву свою хвойную пить? Никогда тебе этого не забуду Не скажу Я ищу старшего политрука Потапа Но дело знаете ли в том Он здесь совсем недавно был Вот возьми Выменил у одного разведчика Чего это? Мама родная Где ж ты их надыбал? Себе оставь, подаришь кому-нибудь Тебе и дарю по случаю первого дня лета Ага Поддержите мой арбуз Чего это вдруг? Да знаю, как у вас там в Одессе, маме говорят В Одессе? Мне рассказывали Арбузным соком Пулеметы охлаждать Сменяешь на что-нибудь На казбег Вот на него и выменил Как знал, что тебя сегодня увижу Ну конечно Бери Чувствуешь, что там? Чувствую А конфет-то как хочется Грильяш в шоколаде Войдет нам всем Грильяш в шоколаде Занесен был туда Я солдатской судьбой Это Севастополь Любимовка 30-я береговая батарея Здесь В период героической обороны Севастополя 1941-42 годов Были похоронены Защитники города Воины 30-й береговой батареи И 95-й стрелковой дивизии Такая лаконичная надпись А за ней Целая история В этом фильме Мы хотим больше рассказать О 95-й стрелковой дивизии Говоря о 30-й береговой батарее С языка срывается Слово легендарное Это слово звучит И в отношении 95-й стрелковой Но реже Возможно Все дело в месте Где мы находимся Мы можем прикоснуться К могучим сооружениям батареи Ощутить дыхание истории Говоря о 95-й стрелковой дивизии Мы можем лишь вспомнить имена Обратиться К книгам Документам И кинохронике На огненных рубежах В ноябре 1923 года В украинском военном округе В составе 6-го стрелкового корпуса Формируется 95-я стрелковая дивизия В апреле 1927 года Дивизии было присвоено Наименование Первомайское Так как управление дивизии Находилось в городе Первомайске Одесской губернии Состав дивизии Был Многонациональный Дивизия Хоть и формировалась В мирное время Но несомненно Была причастна К славным традициям Героев гражданской войны В нее была влита Значительная часть Командиров И политработников Стрелковых дивизий Которые в 1920 году Участвовали в боях С белогвардейской армией Барона Врангеля В 1934 году Дивизия была передисоцирована В Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику Находившуюся В составе Украинской Республики 16 января 1934 года Дивизии Вместо Первомайское Было присвоено Наименование Молдавское Михаил Гангарский Политрук 95-й дивизии В своей поэме Посвященной дивизии Напишет Родилась ты В молдавских просторах У широких Разливов Днестра Днестр Не раз пройдет Через судьбы Многих бойцов 95-й Молдавской И через судьбу Самого Михаила Но это будет позже А осенью 1939 года Со второго курса Института Он ушел Добровольцем На войну С белофинами Михаил Александрович Гангарский Младший Политрук 90-го полка 95-й Стрелковой Дивизии Родился 30 июля 1920 года В Ивановской Области Участник Обороны Одессы И Севастополя Военкор Газеты За Родину Автор Многих Стихов И песен Политрук Гангарский Пропал без вести Летом 1942 года В Севастополе В Карелии Начался Боевой путь Дивизии Из Одесского Военного Округа Дивизия Была направлена На Карельский На Карельский Перешеек Где в марте 1940 года Вела бои Под Выборгом Именно там Командовал 241-м Стрелковым Полком Дивизии Петр Георгиевич Новиков Будущий Участник Обороны Севастополя На протяжении Всей обороны Города Он будет Командовать Войсками Первого сектора Севастопольского Оборонительного Района А в первых Числах Июля 42-го Возглавит Последний Организованный Рубеж В районе Мыса Херсонес После окончания Советско-финской Войны В апреле 40-го Года Дивизия Была Отправлена Обратно В Одесский Военный Округ И уже В июне Июле Приняла Участие В Бессарабском Походе Красной Армии 28-го Июня 40-го Года Участвуя В операции По присоединению Бессарабии И Северной Буковины К СССР 95-я Дивизия Переправилась Через Днестр И вступила На территорию Бессарабии Не встретив Сопротивления 29-го Июня 40-го Года Дивизия Вошла В Кишинев В результате Бессарабского Похода 2-го Августа 40-го Года Была Образована Молдавская Советская Социалистическая Республика Достаточно Подробно Боевой Путь Дивизии И судьбы Ее бойцов Описаны В книге Ларисы Павловны Ларкиной Война Трагедия Стараясь выяснить Судьбу Своего отца Лариса Павловна Собрала В своей Книге Большое Количество Воспоминаний Участников Обороны Павел Петрович Ларкин Старший Лейтенант Командир 30-й Отдельной Роты Химзащиты 90-го Стрелкового Полка 95-й Дивизии Участник Обороны Одессы И Севастополя Пропал Без вести В районе 35-й Береговой Батареи В июле В начале Великой Отечественной Войны Молдавская Дивизия Одной из первых Приняла на себя Удар Фашистских войск На границе Молдавской Республики 95-й Дивизии Пришлось Обороняться На очень широком Фронте В 115 Километров Рано утром 22-го Июня Дивизия Отразила Атаку Сводного Разведбатальона Состоявшего Из румынских И немецких Солдат Из воспоминаний Полковника Василия Петровича Сахарова Начальника Штаба 95-й Стрелковой Дивизии Участника Обороны Одессы И Севастополя Кавалера Орденов Красного Знамени И Красной Звезды Автора Ряда книг Посвященных Битве За Одессу И Севастополь И боевому Пути 95-й Дивизии К исходу Первой недели Войны Мы в штабе Все же испытывали Чувство Некоторого Удовлетворения Как-никак Дивизия Удерживала Государственную Границу 8 июля Нанесли Неожиданный Удар По колонне 35-й Румынской Пехотной Дивизии Мы ставили Перед собой Задачу Остановить Задержать Противника Вначале Не помышляя О том Что можем Его разгромить Но у врага Создалось Впечатление Что наступают Гораздо Более Крупные Силы Чем было На самом деле В этом бою Геройски Погиб Командир Взвода 90-го Стрелкового Полка 95-й Молдавской Дивизии Младший Лейтенант Никифор Лаврентьевич Кудрявцев Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июля 41-го Младший Лейтенант Кудрявцев За образцовое Выполнение Боевых Заданий Командования На фронте Борьбы С германским Фашизмом И проявленные При этом Отвагу И геройство Посмертно Удостоин Высокого Звания Героя Советского Союза Младший Лейтенант Кудрявцев Стал первым Героем Советского Союза В 95-й Молдавской Дивизии Вторым Героем В дивизии Стал 22-летний Лейтенант Яков Георгиевич Бриус Яков Георгиевич Бриус Участник Обороны Одессы Севастополя Северного Кавказа Свой Боевой Путь Закончил В Кенигсберге В Одессе Командовал Третьим Батальоном 161-го Стрелкового Полка Батальон Лейтенанта Сумел Уничтожить Вражеский Полк Что стало Примером Умелого Введения Боя Главная Задача Не дать Противнику Сходу Прорваться К Одессе Была Выполнена В июле 1941 года 95-я дивизия Вошла В состав Создаваемой Приморской Армии По состоянию На 12 июля В дивизии Числилось 14147 Человек А 5 августа 1941 года Началась Героическая 73-дневная Оборона Одессы Многочисленным Войскам Румынско-немецкой Группировки Противостояла Приморская Армия Ее основные Силы К началу Обороны Города Составляли 25-я Чапаевская И 95-я Молдавская Стрелковые Дивизии Сегодня Грозная Опасность Снова Нависла Над Одессой Обербандит Гитлер Бросил Для захвата Города Полки Своих Головорезов Под ударами Нашей Приморской Армии Многие Тысячи Гитлеровских Бандитов Уже Нашли Себе Бесславную Могилу В знойных Приморских Степях Военно-морской Флот Воздушные И сухопутные Войска Мужественно Защищают Подступы К родной Одессе Они Дают Решительный Отпор Зарвавшемуся Врагу Не отдадим Врагам Советской Одессы Победа Будет За нами 19 Августа 1941 Года Ставка Своим Приказом Создала Одесский Оборонительный Район Командиром 95 Дивизии Был Назначен Генерал-майор Воробьев До того Занимавший Должность Начальника Оперативного Отдела Штаба Приморской Армии Василий Фролович Воробьев С 10 Августа 1941 Года Вступил В командование 95 Стрелковой Дивизии Участник Обороны Одессы Севастополя И Кавказа Боевой Путь Завершил В Восточной Европе После войны Возглавлял Кафедру Военного Искусства В Академии Имени Фрунзе Автор Мемуаров И ряда Военно-исторических Трудов Очень трудный Участок Фронта На северо-западе От Одессы Обороняла 95 Стрелковая Дивизия Здесь На пути Противника Не было Почти Никаких Естественных Преград Румынское Командование Планировало Уже 23 Августа Провести Парад В Одессе Товарищи Враг Стоит У ворот Одессы Одного Из важнейших Жизненных Центров Нашей Родины Каждый Дом Каждое Предприятие Должны Быть Крепостью О которую Сломают Зубы Фашистские Бандиты Вооружайтесь Всем Чем Можно Бутылка С горючим Брошенная В танк Камень Брошенный Из окна Кипяток Вылетый На голову Людоедов Нашу победу Над врагом Больше Организованности Никакой Паники Никакой Растерянности Румынская Армия При поддержке Немцев Так и не смогла Взять Одессу Штурмом 29 Сентября 41 Года В Крыму 11 Немецкая Армия Прорвала Советскую Оборону На Перекопе И возникла Реальная Угроза Потери Всего Крымского Полуострова Вместе с Главной Базой Черноморского Флота Севастополем Учитывая Создавшуюся Ситуацию Советское Верховное Командование Приказало Эвакуировать Войска Одесского Оборонительного Района В Крым Части 95-й Стрелковой Дивизии Были погружены На транспорт Армения И тральщик Калинин Несколько Сторожевых Катеров И тральщиков 500 человек Было погружено На транспорт Грузия Эвакуация Приморской Армии И Одесской Военно-морской Базы Завершилась Героическая 73-дневная Оборона Одессы Длившаяся С 5 августа По 16 октября 41-го года За время Обороны Одессы 95-я Дивизия Потеряла 1868 Человек Убитыми 10 445 Ранеными 209 Заболевшими 3360 Пропавшими Без листи Переход В Крым Прошел Без потерь Утром 17 октября Дивизия Начала Выгрузку В Севастополе Далее Были тяжелые Бои На севере Крыма Оборона Советских войск Не выдержала Натиска Фашистов И войска Приморской Армии Стали отходить К Севастополю 95-я дивизия Прибыла В Севастополь Утром 9 ноября 1941 года В ходе Прорыва К городу Через горы Части дивизии Оказались Сильно Ослабленными Мы пришли Сюда Утром 9 ноября Пробившись За 8 суток Через Крымские Горы Где приходилось То вступать В бой С вражескими Заслонами То ломать Голову Над тем Как протащить По каменным Кручам Нашу технику И обоз В горах В горах Еще увеличились Потери Понесенные Перед тем В тяжелых Боях На севере Крыма Когда Подсчитали Личный Состав Оказалось Что в 241-м Стрелковом Полку Осталось Всего 295 Человек А в нашем Разведбате 74 Причем В обоих Не было Ни штабов Ни командиров Однако Другие части Дивизии Выглядели Значительно лучше Дмитрий Иванович Пескунов Последние дни Обороны Был одним Из организаторов Временного Военного Совета В казематах 35-й батареи С 12 Июля 1942 Года Находился В немецком Плену Был руководителем Подпольной Антифашистской Группы После возвращения На родину Стал автором Книг Посвященных 95-й Дивизии В целом Личный состав Дивизии Насчитывал Свыше 3700 человек Вместе С 8-й Бригадой Морской Пехоты Дивизия Составила 4-й Сектор Обороны Который Включал В себя Северную Часть Оборонительного Плацдарма С протяженностью Переднего Края 18 Км По форме Плацдарм Напоминал Дугу Обращенную Вершиной В сторону Противника Один Конец Лежал На восточных Скатах Высоты 209,9 В полутора Км Южнее Дуванкоя Второй Упирался В море В 3-х Км Южнее Поселка Кача Командир Дивизии Генерал Майор Воробьев Назначен Комендантом Сектора Вся территория Севастопольского Оборонительного Района От центра Города До передового Рубежа Сухопутной Обороны Была разделена На 4 сектора Первый Сектор Прикрывал Балаклавское Приморское Направление Комендант Командир 2-й Стрелковой Дивизии Полковник Петр Георгиевич Новиков Ширина Фронта Сектора 6 км Второй Защищал Шоссе Ялта Севастополь Комендант Командир 172-й Стрелковой Дивизии Полковник Иван Андреевич Ласкин Ширина Фронта 10 км Третий Сектор Прикрывал Центрально-Восточное Направление Комендант Командир 25-й Стрелковой Дивизии Генерал Майор Калинович Колымеец Ширина Фронта Сектора 12 км Четвертый Сектор Оборонял Направление На Бахчисарай Комендант Командир 95-й Стрелковой Дивизии Генерал Майор Василий Фролович Воробьев Ширина Фронта 18 км В первые Дни Севастопольской Обороны Командир Дивизии Был озабочен Необходимостью Хотя бы Частично Восполнить Понесенные Потери Пополнялась В основном Моряками И дивизия Как тогда Говорили Несколько Оморячилась Генерал Воробьев Требовал От командиров Частей Чтобы бойцам На передовой Обеспечивался Хоть какой-то Минимум Бытовых удобств Землянки Во всех Подразделениях Строились С отоплением Заготавливались Дрова Продолжение следует... С отоплением С отоплением С отоплением Давай Выдали тут На стерку Вот сама Не знаю Что с ней делать Как на медведя Прям В пору В стерке Наступать А я смотрю Ты себе Где-то Темняшку взяла Да Это Миша Гандарский Со мной Поделился Клитров Наш Помнишь Я? Мишу Конечно Помню Да и прогладить Вообще-то Надо Из швы Я там утюг Поставила Греться Это Швы Это не утюг Это какой-то Эсминец Бесполезен Вот утюг Это? Это линкор Парижская коммуна В таком случае Ты Одессит Мишка Ну Ты теперь Мишка А это Значит Что Не страшны Тебе Ни Коре Ни Танцы Ведь ты Моряк Мишка Моряк Не плачет И не теряет Водрость Духа Никогда Давай фотографию Сделаю А давай А ты умеешь? Я не Мы Камнишского Позовем Мишу А он здесь? Да Сейчас Ольга Александровна Дмитрова С августа 1941 года Военврач Третьего ранга Старший лейтенант Медицинской службы 90-го Стрелкового полка В последние дни Обороны находилась Под скалами В районе 35-й батареи Попала в плен Далее побег Участница Крымского подполья После освобождения Крыма Вернулась в строй Войну закончила В Германии За заслуги Перед Родиной Ольга Александровна Дмитрова Была награждена Орденами Отечественной войны Первой степени И Красной звезды А также медалями За оборону Одессы За оборону Севастополя Общая обстановка Под Севастополем В середине ноября Оставалась напряженной Порой приближаясь К критической Однако Не в четвертом секторе Был момент Когда потребовалось Срочно На автомашинах Перебросить 161-й стрелковый полк В район Балаклавы Где враг Пытался прорвать Оборону Ожесточенные бои Шли вдоль Ялтинского шоссе Ситуация изменилась В декабре Вспоминает Полковник Пескунов Опрометчиво Было бы утверждать Что в ночь На 17 декабря 1941 года Я предчувствовал Приближение Грозных событий На фронте Хотя мы были На стороже Ожидая нового Наступления немцев На Севастополь Просто мне В ту ночь Не спалось И Часа в три Я отправился В свой штаб Помещавшийся В соседнем домике На территории Пригородного совхоза Имени Софьи Перовской 22 декабря Бои В долине реки Бельбек И к северу От нее Достигли Казалось Наивысшего напряжения Возрастала опасность Выхода Противника На Приморскую Дорогу Идущую Из качи В совхоз Имени Софьи Перовской И прорыва К морю Бои Последних Восьми дней Декабря Были самыми Жестокими И упорными Прекратив Атаки На вспомогательных Направлениях Враг стремился Во что бы то ни стало Прорваться К северной Бухте Но дальше Южной окраиной Станционного Поселка Микензиевые горы Враг Продвинуться Не смог Лишь один раз Немцы Прошли Несколько Дальше В сторону Братского Кладбища Откуда Затем Были Отброшены К станции За пределами Которой Так и не смогли Закрепиться Исход Последнего дня 1941 года Предопределил Мощный Огневой Контур Удар Которым Упредило Действие Неприятеля Артиллерия 4 сектора Обороны Гитлеровцы Были выбиты Со станции Микензиевые горы Где наши части Вернули себе Деревни Камышлы И Бельбек Отбросили Противника Назад И на других Участках фронта В последних Числах декабря Когда генерал-майор Воробьев Получил Другое назначение В командование Молдавской дивизии Вступил Полковник Александр Григорьевич Капитохин Участник Гражданской войны В дивизию Пришел Из запаса В дни Обороны Одессы До конца Декабря Был командиром 161-го Стрелкового полка Впоследствии Генерал Воробьев Писал О Капитохине Он Участник Гражданской войны Орденоносец Но за долгую работу В главсевморпути Отвык от армии Кое в чем Отстал Я понимаю Как трудно ему Командовать полком После огромного перерыва Однако на то Что пришлют Кадрового полковника В Одессе Рассчитывать Не приходилось Но арктическая школа Оказалась Совсем непростой В Арктике Александр Григорьевич Работал под руководством Знаменитого полярника Ивана Дмитриевича Папанина Из книги Ивана Дмитриевича Папанина Лед и пламень Когда Капитохин Впервые пришел в Арктику За его плечами Были две войны Первая мировая И гражданская Большой опыт работы в армии Арктическую школу Прошел Капитохин На острове Уединение В Карском море Где был начальником Полярной станции Был он незаурядным Организатором И заботливым хозяином Знаменитый полярник Папанин Тогда и предположить не мог Что в недалеком будущем Александру Григорьевичу Капитохину Придется защищать Его родной Севастополь И уж тем более Нельзя было знать Что имя полковника Капитохина Единственное полковника Среди генералов Окажется на первой Странице правды В том самом выпуске От 4 июля 42 года В котором было напечатано Сообщение Софинформбюро О том, что советские войска Оставили Севастополь Слава О главных организаторах Героической обороны Севастополя Вице-адмирале Октябрьском Генерал-майоре Петрове Дивизионном Комиссаре Кулакове Дивизионном Комиссаре Чухнове Генерал-майоре Рыжи Генерал-майоре Моргунове Генерал-майоре Авиации Ермаченкове Генерал-майоре Авиации Острякове Генерал-майоре Новикове Генерал-майори Коломийцы, генерал-майори Крылови, полковники Капитохини войдет в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц. В конце зимы и весной 1942 года дивизия основательно пополнилась как людьми, так и вооружением. Было построено много новых дотов, создали систему противотанковых опорных пунктов, исходя из опыта декабрьских боев в глубине обороны, оборудованы запасные и отсечные позиции на случай отхода. В усадьбе совхоза имени Софьи Перовской заработал дивизионный клуб. Здесь читались лекции, демонстрировались кинокартины, устраивались концерты и литературные вечера. Коллективы художественной самодеятельности выступали и на позициях. В первые дни июньского штурма противник атаковал 95-ю дивизию крупными силами пехоты и танков. Их поддерживали артиллерия и авиация. Трудно описать, что у нас творится. В самом кошмарном сне не приснится ничего подобного. Враг всей силой рвется к городу. Мы бьем его. Чертовски много действует фашистской авиации и артиллерии. Мы держимся. И держимся неплохо. Писал в те дни в письме своей сестре Варе младший политрук Михаил Гангрский. Он, раненый в голову, руку и ногу еще оставался в строю. В те дни в газете «За родину» был опубликован текст его песни, в которой были следующие строки. Пусть смотрит победное солнце На гордых своих сыновей. Идут пехотинцы-приморцы В атаку на подлых зверей. С 12 июня противник стал направлять Все свои удары во фланг дивизии. Цель – отрезать 95-ю дивизию От остальных войск на северной стороне. Те, кому доводилось в эти дни взглянуть на наш сектор Суздальской горы или Малахова Кругана, говорили, что все пространство от Бельбекской долины до Северной бухты окутывалось клубящимися дымом и пылью, за которыми не было видно земли. И это казалось похожим на извержение громадного вулкана. Наблюдательный пункт 95-й дивизии находился теперь на колокольне Братского кладбища, а штаб дивизии – в инженерной бухте. В ночь на 21 июня уцелевшие части 95-й дивизии переправились по приказу командования на южный берег Северной бухты. Небольшие группы бойцов оставались еще двое суток в инженерной бухте, Михайловской и Константиновской батареях. Остатки стрелковых подразделений дивизии были сведены на корабельной стороне в один батальон. Он стал именоваться первым батальоном 90-го стрелкового полка, а комиссар полка Кадашевич принял командование. Исаак Львович Кадашевич, старший политрук, награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу, пропал без вести на последних рубежах обороны в июне 1942 года. Знамена дивизии не попали в руки врага. Затоплены они или сожжены – неизвестно. Батальон сражался у Инкермана на плато между верховьями Келенбалки и Докового оврага у Зеленой горы. Бойцы и командиры из 95-й стрелковой дивизии были и в числе тех, кто вплоть до 12 июля 1942 года держался у бухты Новоказачья. Здесь находился последний очаг сопротивления на Севастопольском плацдарме. Здесь же навсегда остался комиссар 2-го батальона 90-го стрелкового полка Ефим Георгиевич Потапов. У старшего политрука Потапова остались жена Антонина Емельяновна и две дочери – Майя и Элеонора. С фронта они получили два письма. В одном из них есть такие слова – «Тосик, живи и воспитывай девочек, независимо от того, жив я или мертв. Если меня убьют, пусть мои дети вечно вспоминают меня как героя Великой Отечественной войны». В 90-м полку 95-й дивизии заместителем политрука полковой батареи служил Михаил Антонович Фронджуло. 3 июля 1942 года на Херсонецком полуострове ему чудом удалось спастись, доплыв до одного из последних сторожевых катеров, пришедших в Севастополь с Большой земли. Впоследствии известный крымский археолог, исследователь, посвятивший свою жизнь работе с памятниками юго-восточного Крыма. По воспоминаниям его учеников Михаил Антонович рассказывал, как уже там, в осажденном Севастополе, если выпадала возможность, он старался читать книги по истории и археологии. И эта песня, царь песня, как говорил Леонид Утесов, она и о воинах 95-й молдавской. Так точно, товарищ старший политрук? Всем все понятно. Эвакуации на Кавказский берег не будет. Будем держаться здесь, на этих рубежах до последнего. Все, 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 все. Девяносто пятая молдавская стрелковая дивизия имела интернациональный состав. Известны имена некоторых из тех, кто захоронен здесь, под этой свинцовой бескозыркой. Сержант Заварзин, краснофлотец Амельченко, младший лейтенант Яненко. Красноармеец Шибря, старший сержант Шипов, красноармеец Адамов, красноармеец Гакенашвили, красноармеец Джамаков, красноармеец Кабанин, красноармеец Корцидзе, красноармеец Пицелаури, красноармеец Пичхая, красноармеец Яценко, краснофлотец Гуласьян. Все войны становятся историей, становятся прошлым. И для будущих поколений Великая Отечественная война когда-нибудь станет такой же далекой, как для нас Троянская. Но останется среди бесконечности память о героях, отстоявших и свою родину, и саму жизнь. Наш проект о дивизиях и полках, защищавших Севастополь, о командирах, краснофлотцах и красноармейцах, о людях, чьей кровью полета севастопольская земля, о тех, кто, сражаясь на огненных рубежах, навсегда вписали свои имена в героическую историю великого города. На огненных рубежах Пошли корабли под солнцем родимой земли 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 Пошли корабли под солнцем родимой земли